Добрый день, меня зовут Ермаков Евгений, я являюсь руководителем хранилища данных Яндекс.Го. Вы могли видеть меня и знать по таким выступлениям, как архитектура хранилища Яндекс.Го, про наш метод ДВХ и про систему хранения данных в детальном слое. И после всех этих выступлений к нам в студию стало поступать очень много вопросов, а кто такой партнер по данным и где он обитает? На самом деле я шучу, но тем не менее у нас часто возникают вопросы, кто такой партнер по данным, как им стать? И ответу на этот вопрос я хотел бы посвятить свой небольшой доклад. Партнер по данным не аналитик, не разработчик и не менеджер. Но прежде чем я перейду к сути, я начну издалека и напомню, что такое Яндекс.Го, например, Яндекс.Такси. Яндекс.Го это 700 тысяч активных водителей, 18 стран присутствия и тысячи городов, 300 из которых крупных. Это за 2019 год и такой бурный рост, а здесь Яндекс.Такси было примерно 7-8 лет, невозможен без анализа данных. Дата-дривен культура это не миф, действительно так, в Яндекс.Го все решения принимаются на основе данных и, по моему глубочайшему убеждению, анализ данных невозможен без качественного хранилища данных. Хранилище данных Яндекс.Го в цифрах изображен на слайде. Это больше 500 уникальных пользователей данных, 900 отчетов по разным тематикам, достаточно большой объем данных, 3 петабайта по четырем бизнес-юнитам. И это хранилище большое не только по размеру, но и по количеству сущностей. У нас больше 200 доменов, 3,5 тысячи хранилищ, 3,5 тысячи объектов хранилища и все это постоянно меняется. Все это базируется на платформе данных Яндекс.Го. Сейчас я кратенько покажу, что это такое. Всем советую, если не смотрели запись Владимира Верстова по поводу нашей платформы. Слайд из его презентации. И в принципе здесь в верхнем уровне показана вся наша платформа данных. Если присмотреться, можно увидеть наше озеро данных, видеть аналитическое хранилище на гринпламе. И вот здесь сейчас на слайде показаны наши слои, где хранятся непосредственно витринки. И лично у меня, когда я смотрю на этот слайд, возникает вопрос, как всем этим управлять. Мы для себя ответили на этот вопрос достаточно просто. Мы разделили все задачи платформы данных на два типа. Инфраструктурные — это внедрение новых инструментов и повышение качества работы с данным в целом. И продуктовые, как мы их называем. Это построение витрин, добавление новых источников, оптимизация ETL и развитие доменов. Почему так? Ответ достаточно простой. У этих задач совершенно разные циклы разработки. Если инфраструктура — это долгосрочные проекты с качественной проработкой архитектуры, то продуктовые здесь важнее скорость внедрения инициатив. И иногда, как бы больно мне не было это произносить, быстрый результат может быть важнее качества. Здесь я употребил термин «домены данных» и неплохо было бы его расшифровать. Наши данные сгруппированы по предметной области — это домены. В одном домене может быть несколько объектов, за несколько доменов отвечает одна команда. Домены могут быть разных типов, и мы для себя выделили три типа доменов. Домен источника — это домен, который связан непосредственно с источником данных. Здесь его структура подогнана под сам источник. Он включает в себя очистку, дедубликацию и приведение к стандартному хранилищу данных. Затем домен ядра — он связан с крупной предметной областью, и здесь структура подогнана под минимизацию изменений. Это как раз наш подход к хранению информации в детальном слое. И последний вид домена — это бизнес-домен. Он связан с потребителем данных, покрывает какую-то бизнес-область и фактически удобен для непосредственной аналитики. Если эти домены переложить на наши слои данных, которых я показывал раньше, то выйдет примерно такая картина. Домены источников — это raw.ds слой, и они не перемешиваются между собой. Такие изолированные домены. В домене ядра или в core-домене источники перемешиваются, и здесь мы получаем уже наше представление о бизнес-сущностях. И бизнес-домены строятся на базе доменов ядра и предоставляют удобный интерфейс для анализа данных. Пытливый слушатель мог уже догадаться, к чему все эти домены и на что похожа наша организация. Она похожа на data mesh. На этом слайде приведена картинка из статьи Жамака Дингани. Я надеюсь, я правильно произнес свое имя. Есть перевод статьи на хабре. И если присмотреться, то наша организация примерно похожа на то, что там предлагается. У нас есть инфраструктурная команда, которая повышает качество работы с данными в целом. У нас есть продуктовые команды, которые отвечают за стандарты качества ДВХ. И есть домены данных. Одна из основополагающих идей data mesh – это то, что данные – это продукт. Каждый домен данных – это продукт, который может быть использован как в других доменах, так и в целом для анализа и принятия решений. Раз данные – это продукт, то продукт может быть покрыт так называемыми продуктовыми метриками. Для данных они специфичны. Здесь приведен слайд, опять же, из статьи, на которую я ссылался. Раз данные – это продукт, то любые витрины, измерения, любые наборы данных мы предоставляем для пользователей продуктов. Это наши аналитики, ацентисты, специалисты машинного обучения и просто менеджеры, которым нужно принять решения на основе данных. Все характеристики этого продукта, которые мы считаем важными, мы покрываем метриками. Мы можем покрыть метриками удобство использования, частоту использования, качество данных и так далее. А раз у нас есть продукт, то должна быть и команда, которая развивает этот продукт. У нас есть продуктовые команды, независимые единицы поставки счастья для наших пользователей. Они состоят из партнеров по данным и инженеров данных. Работу таких продуктовых команд мы будем оценивать через метрики продуктовые, которых я дальше немножко коснусь. Если с инженером данных примерно все понятно, он у нас достаточно классический, создает сложные ITL-процессы, прокачивает тонны данных, предоставляет результат для аналитиков, то партнер по данным – это мифический зверь. Давайте посмотрим, чем он занимается. Он, прежде всего, отвечает за развитие доменов данных. Если мы разобьем широкими мазками его работу, то, в принципе, это три блока. Первый – это системный анализ. Здесь основные задачи – анализ источников на предмет данных, выявление сущности и постановка задачи на загрузку данных. Результатом этого блока являются маппинге данных и описание источников. То есть, фактически, это такой разведывательный анализ данных на тех источников, которые есть. Затем центральное – это проектирование хранилища. Здесь самое важное – это построение концептуальной логической модели в целом и выделение общих сущностей, которые есть в различных источниках. На базе этого создание метаданных сущностей и витрин, которые удобны для непосредственного использования. В результате проектирования мы получаем метаданные в нашем репозитории и описание бизнес-процессов. И последнее в этом списке, но не последнее по важности – это управление командой. У нас есть продуктовая команда, ей надо управлять, надо собирать требования заказчиков и всеми своими действиями повышать наши продуктовые метрики, улучшать продукт, где продукты – это данные. В результате этого процесса мы получаем сформированные спринты и зафиксированные требования. Давайте рассмотрим каждый из отдельных блоков. Управление командой. Начну с конца. Он занимает где-то 25% времени партнера по данным. Что происходит в этом блоке? Планирование задач, прежде всего, у нас в службе двухуровневого планирования есть планирование эпиков. Это такие достаточно крупные задачи, эпичные, которые войдут в историю. И всевозможные задачи внутри самого эпика. Эти задачи внутри эпика – полностью зона ответственности продуктовой команды. Формирование спринта – это задача партнера по данным. И в целом вся организация процесса фактически – это градиентный спуск. Партнер по данным должен зафиксировать, что ожидается от продукта через квартал и каждым спринтом приближаться к этой точке B. Ну и, соответственно, основная цель – минимизировать расхождение между там, где мы окажемся на самом деле, и там, где мы хотели оказаться. Мы замерили, сколько занимает управление командой. Прямо буквально ходили с таймером за партнером по данным и смотрели, сколько он на это тратит. Результаты видно на слайде. Это примерно 25% времени человека. Есть и возможные встречи по планированию, ретро, оценка, статусы, подготовки к статусам. В общем, все, что можно отнести к менеджерской работе, мы здесь учли. При этом, нельзя назвать партнера по данным однозначно менеджером проекта, потому что цель продуктовой команды – это улучшение всех продуктовых метрик в целом. Что такое продуктовые метрики? Мы для себя следующим образом ответили на этот вопрос. Нам, прежде всего, было важно, чтобы результатом работы продуктовой команды пользовались. Было важно, чтобы запросы шли не в сэндбоксы, не в какие-нибудь теневые ДВХ, а в наше основное – центральные. Мы посчитали такие метрики, как соотношение обращений к прот и не прот объектам, к витринам, к деприкейтам объектам. И дашборд с этими метриками вы видите сейчас на слайде. Здесь можно отфильтроваться по каждой отдельной нашей продуктовой команде, и партнер по данным должен всяческим образом растить эту метрику. Нам важно, чтобы результатами нашей работы пользовались, ну и, соответственно, нельзя брать в работу то, что нужно только ограниченному кругу аналитиков. На слайде видно, что мы перевалили за 50%. К сожалению, в записи без аудитории не могу задать вопрос, как вы думаете, а сколько было у нас полтора года назад, когда мы это посчитали? Пишите ответы в комментариях, подписывайтесь на видео, я в конце озвучу, сколько было полтора года назад. Тем не менее, мы посчитали, что 50% перевалили, и можно теперь концентрироваться не на количестве, а на качестве. И сейчас вводим другие метрики, здесь они косвенно оценивают качество доменов. Мы поделили их на три блока. Это архитектура, насколько те объекты, которые создаются, отвечают нашим стандартам, качество данных в общем виде и качество расчетов, сколько мы сжигаем ядер, насколько приближаем глобальное потепление, когда рассчитываем эти объекты. Итоговая оценка качества домена идет как взвешенную сумму критериев. И сейчас именно такие метрики будут обращать внимание наши партнеры по данным. Следующий блок, наверное, он самый объемный из тех, которые есть, это системный анализ. Фактически это анализ источников на предмет выявления каких-то данных, сущностей, выявления маппингов и постановка задач на прогрузку этих данных. Здесь у нас каждый партнер по данным умеет в SQL, умеет в всевозможные аналоги хадуповского стэка, которые есть в Яндексе, и в целом постоянно пишут запросы по данным. На слайде видно, насколько их много, десятки в день. При этом характер этих запросов сильно отличается от того, что делают аналитики. Результат работы системного аналитика в данном месте – это именно сущности и разведочный анализ данных, а не принятие решения на основе того, что он там раскопает. Результат работы – это маппинги с источника. Пример такого маппинга можно увидеть на слайде. Фактически это те поля, которые есть на источнике, маппятся однозначным образом в поля, которые есть в нашем детальном слое. Это буквально транслируется в код. Здесь видно одну из загрузок сущностей, по-моему, из нашего стаффа, системы, которая учитывает сотрудников. Видно, как маппинги, которые сделал партнер по данным, явным образом транслируются в код и прогружается затем в наш детальный слой. И последнее, наверное, самое интересное в работе партнера по данным – это проектирование непосредственно хранилища данных. На текущем слайде видно спроектированное кусок хранилища. Это наш метод ДВХ. Про него я подробно рассказывал на Highload. Можете поискать рассказ. Здесь видно результат работы партнера по данным. Он выделил несколько доменов-источников. Это GreenPlan, Мыть, Tableau и все системы, благодаря которым мы работаем с данными. Он спроектировал core-домен. Это сущности и связи между ними из разных источников. И на базе этого core-домена создал несколько бизнесовых доменов. Здесь бизнесовый домен, нужно понимать, что с неким искажением, потому что это метод ДВХ, и мы делали его для себя. Но, тем не менее, здесь есть три бизнес-домена. Самое сложное в этой части, безусловно, это проектирование детального слоя. Построение концептуальной логической модели, выделение таких сущностей, чтобы они были достаточно универсальны, и можно было прогружать туда информацию из самых разных источников. И вот здесь, например, на слайде есть пример логической модели еды на базе тех метаданных, что есть. Он не такой рафинирован, как метод ДВХ, и видна сложность работы. При этом загрузкой данных и расчетом витрин на базе детального слоя занимается уже инженер данных. Вот пример метаданных. Все наши метаданные хранятся в коде и фактически являются классами. Об этом мы подробно рассказывали в докладах о нашей платформе, я его уже рекламировал, это Владимир Аверстов. Если будет интересно, посмотрите. Но основная идея в том, что все наши партнеры по данным пишут код. Это видно и по активности в Гитхабе. Конечно, это не такая активность, как разработчика данных, но тем не менее, каждый партнер по данным умеет, помимо SQL в Python, пишет метаданные и отдает уже готовые метаданные на прогрузку инженера данных. Еще один артефакт, он последний у меня в списке, но далеко не последний по важности, это описание бизнес-процессов. Наверное, максимальная ценность партнера по данным заключается именно в этом, в таком глобальном взгляде на происходящее в бизнесе процессы, их формализации и описания. Есть пару примеров, которые я взял из нашей документации. Итого, кто такой партнер по данным? Партнер по данным – это отдельный характер работы, который нельзя назвать исключительно менеджерским, как бы он ни звучал. Доля менеджерской работы у партнера по данным буквально 25%, и в большей степени эта менеджерская работа направлена на повышение качества работы пользователя с данными. При этом партнеры по данным пишут запросы к данным, но это не те запросы, которые пишут аналитики. Такой разведочный анализ, выявление сущностей и того, как устроены данные на источнике. Ну и, безусловно, это проектирование ДВХ в таком общем смысле, концептуальная модель, логическая модель, сущность и связи между ними и отображение этой логической модели в коде. Партнера по данным нельзя отнести ни к одной из существующих линеек, во всяком случае, в Яндексе. Это не аналитик, не менеджер и не разработчик. Ближе всего к роли партнера по данным менеджер продукта, на наш взгляд, где продукт – это данные. То есть партнер по данным со своей командой развивает продукт и делает его таким, чтобы пользователи этого продукта были максимально удовлетворены. А с точки зрения руководства управления, те метрики, которые нам важны, мы отображаем наши методы ДВХ и следим за тем, чтобы они росли. Как взаимодействовать в продуктовой команде? Партнер по данным фактически отвечает на вопросы концептуальной модели и логической модели. Какие направления бизнеса у нас есть, какие источники у нас есть, какими системами пользуются, как это все ложится на логическую модель. Какие у нас есть сущности между системами, какие есть взаимосвязи между ними, и как часто в целом меняются наши атрибуты. Инженер данных при этом отвечает за физическую модель и за ETL-процесс. Как мы храним эти данные, как мы их прогружаем. Но инфраструктура постоянно делает работу с данными удобнее. У нас нет однозначного ответа на вопрос, сколько должно быть партнеров по данным и сколько инженеров данных. Мы таким эмпирическим путем пришли к тому, что это примерно соотношение 1 к 3,5. То есть один партнер по данным вполне себе может вместить столько эпиков, чтобы четыре разработчика были достаточно загружены. Если больше соотношение, то партнер по данным меньше проектирует, меньше занимается системным анализом и становится уже больше таким классическим менеджером. Если меньше, то партнер по данным выдает больше результата, чем инженеры данных смогут переварить. Ну и, наверное, самое интересное, к чему все это шло, какие навыки у партнера по данным должны быть. Здесь сейчас пойдут инсайты, я расскажу, какие у нас собеседования. У нас на самом деле всего три собеседования, и мы фактически проверяем системный анализ, проектирование ДВХ и управление командой. В стенном анализе что важно? SQL, основы революционных СУБД и любые современные СУБД. New SQL, новый SQL, Big Data, здесь я подразумеваю в ходу, потому что Big Data слишком маркетинговый термин. Здесь важно просто понимать, что есть такие источники, уметь с ними работать, потому что стенный анализ, разведочный анализ данных, он все равно предстоит, и если в Яндексе используются одни инструменты, в других компаниях используются другие инструменты, нужно просто понимать, как хранятся и обрабатываются данные. Проектирование ДВХ – это классика, Kimball, Inman и всевозможные подходы к проектированию. Dimensional Modeling, Data Vault, якорное моделирование. Все это нужно знать, если даже не проектировать руками, то хотя бы понимать основные принципы, почему эти методологии существуют. Ну и управление командой здесь, soft skill, и на самом деле, помимо понимания, что такое waterfall, agile, scrum, я думаю, здесь это можно нагуглить легко, очень важно уметь формулировать и управлять требованиями. Это такой достаточно сложный навык, которому можно научиться, в том числе и в литературе. Мы провели опросы для партнеров по данным, которые у нас сейчас работают, чтобы узнать, какие они книги посоветуют. Все как один посоветовали одну книгу, первую, это DamaDemBook, свод знаний по управлению данными. Я специально нашел такую картинку, чтобы было видно ее толщиной. Действительно, свод знаний, тяжелая литература, она не читается легко, это скорее как такой справочник, но это как настольная книга партнера по данным. Помимо DEMBook, что еще стоит почитать? SQL и Python. SQL – это просто must-have. Я глубоко убежден, что любой здравомыслий человек может изучить SQL буквально за неделю-две. Есть тонна книг, выбирайте любую. Изучать SQL, его нужно знать как второй язык родной. Ну и Python, любая книга, без Python сейчас, на самом деле, в анализе данных никуда. Нужно просто понимать, если не писать Python, на Python что-то, то хотя бы понимать, что там творится, чтобы на одном языке общаться с инженерами данных. Проектирование, ДВХ. Здесь достаточно много книг. Можно идти от какой-нибудь теории вроде Data, введения системы баз данных, и по толщине видно, что там одно введение занимает почти тысячу страниц. Высоконагруженные приложения, очень классная книга, которая позволит понять, как устроены кишочки при хранении данных. Ну и классика, которую я уже упоминал. Кимбл, Инман, их подходы к построению хранилища данных. И неплохая книга по Data World. Тоже стоит ее прочесть и понять, зачем Data World и якорь вообще появились на свет. Важно понимать, с кем придется общаться. Аналитическая культура «Как лгать при помощи статистики» такие легкие на самом деле книги, которые просто позволят понять, как мыслит аналитик, хотя бы приблизиться к этому мышлению. Ну и классика по управлению требованиями. Ее точно стоит прочитать, чтобы правильно управлять, формулировать требования к программному обеспечению. И что-нибудь легонькое напоследок, такое для развития софт-скиллов. Это «Мастерство презентаций», «Как пасти котов», классная книга. И, думаю, медленно, решай быстро. Тоже попал наш список от партнеров по данным. На этом все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что я вам приоткрыл завесу тайны над тем, кто такой партнер по данным. Чем он занимается, какие мы проводим собеседования. Вы увидели, что их нет тысячи, а всего три. Прям мало. Для Яндекса это очень мало. Какие книги надо прочитать, чтобы им стать и устроиться, прийти к нам на работу. Задавайте любые вопросы здесь, в патилл-чате или где угодно. Мой телеграм и сайт видно на слайде. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok